В эфире передача события и я ее ведущий Мурад Абеев. Как всегда поговорим об актуальных новостях Азербайджана и не только. За сильный и независимый Азербайджан. Народ проголосовал за Ильхама Алиева. Шаг вперед, два шага назад. Никол Пашинян выступил на правительственном часе в национальном собрании. Война у границ Египта. Израильская армия готовится войти в Рафах. Новый этап, новые военачальники. Киев меняет главнокомандующего ВСУ. Запад совершил ошибку, но Россия готова к переговорам. Владимир Путин дал интервью Такеру Карлсону. А теперь более подробно. Главной новостью уходящей недели в Азербайджане стали внеочередные президентские выборы. Действующий президент страны Ильхам Алиев одержал внушительную победу, набрав 92,12% голосов избирателей. Проголосовав за Алиева, азербайджанский народ проголосовал за победу, за свое право быть сильным и независимым. Победа действующего президента знаменует собой решимость азербайджанского народа отстаивать и укреплять свой суверенитет в условиях непрекращающихся внешних вызовов. К слову, о том, что эти вызовы не прекращаются, говорит тот факт, что лидеры ведущих стран Запада до сих пор не нашли в себе сил поздравить Ильхама Алиева с победой. На фоне этого многозначительного молчания стоит по достоинству оценить поздравление президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Что ж, господин Мишель действительно является одним из редких западных руководителей, кто стремился не к ложной, а к истинной справедливости, но который, однако, оказался не в силах сопротивляться гегемонии бесноватого Парижа в Евросоюзе. Тем временем армянский премьер Никол Пашинян на этот раз на правительственном часе в Национальном собрании продолжил убеждать свое общество в необходимости смены Конституции. Премьер добавил, что у Армении уже не та внешняя среда, которая была при принятии нынешней Конституции. По этой причине, объяснил Пашинян, документ необходимо адаптировать под современность. Что означает решение об объединении Нагорного Карабаха и Республики Армения? Будем ли мы строить на этом нашу политику в будущем? Если да, то о каком мире мы говорим? Это означает, что мир невозможен, заявил Пашинян. Изменения в Конституции Армении никак не связаны с условиями Азербайджана по мирному договору, также заявил Пашинян. Он подчеркнул, что поправки вызваны исключительно внутренней повесткой. В принципе, идея правильная, поскольку преамбул любой Конституции связан с идеологией. А идеология, хотя в случае с Арменией и имеет внешнюю направленность, но все-таки вопрос внутренний. Только вот аргумент, который привел Пашинян, какой-то очень хромой и двусмысленный. Послушайте. Скажу больше, в возможном варианте мирного договора есть пункт о том, что стороны не могут не выполнить свои обязательства, ссылаясь на внутреннее законодательство. Это прежде всего внутренняя повестка дня, сказал премьер. Я не знаком с проектом договора, однако могу предположить, что статья, на которую ссылается Пашинян, если она существует, лишь подтверждает принятый многими государствами принцип, согласно которому в случае противоречия между международными договорами и внутренним законодательством приоритет отдается международным обязательствам. Однако тут есть два нюанса. Во-первых, этот принцип обычно не распространяется на Конституцию. И действительно, статья 6 Конституции Республики Армения гласит, что международные договоры, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы. А во-вторых, и на это частично отвечает та же статья Конституции Армении, парламент имеет право не ратифицировать договор, причем ссылаясь не только на несоответствие Конституции, но и прочим законодательным актом. В таком случае озвученный Пашиняном пункт проекта договора не имеет никакого значения, поскольку сам договор при этих обстоятельствах попросту не вступит в силу. Более того, по словам Пашиняна, оговорки, сделанные парламентом Армении при ратификации Алматинской декларации 1991 года не имеют юридической силы, так как вопреки международно-правовым нормам не были переданы депозитарию. Что ж, так далеко в юридические дебри мы погружаться не будем. Скажу только, что последнее утверждение еще больше всех запутывает. Не совсем ясно, кого Пашинян хочет в данном случае ввести в заблуждение – свое общество или нас с вами. В целом осталось ощущение, что он в очередной раз готовится увильнуть от подписания мира и готовит почву для того, чтобы оставить требования Баку по изменению законодательства без внимания. На юге сектора Газа продолжаются тяжелые бои между израильской армией и Хамас. По словам израильских военных, от боевиков Хамас почти полностью зачищен город Хан-Юнис. Там остался только один из четырех батальонов Хамас. Всего израильские военные ликвидировали 17 батальонов Хамас в секторе Газа из 24 существовавших в Анклаве, сообщил премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Премьер также заявил, что военные систематически уничтожают туннели на всех участках сектора Газа, что требует больше времени. Все большую тревогу, как у арабских государств, так и у союзников Израиля, вызывает намерение Тель-Авива продолжить наступление на юг сектора Газа, вплоть до города Рафах. А это, как мы помним, на границе с Египтом. И там сейчас находится около миллиона палестинцев, большинство из которых беженцы из других городов Газа. Каир начал высраивать уже вторую стену на пути вероятных беженцев и заявил, что нападение Израиля на Рафах подорвет мирный договор Египта с еврейским государством. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял уже пятый воеж на Ближний Восток с целью добиться хоть какого-то прекращения огня. Нетаньяху на встрече с Блинкеном назвал план Хамас по прекращению огня безумным и заявил, что война будет продолжена до уничтожения группировки. Напомню, что Хамас предлагал довольно растянутый по времени план перемирия, почти на полгода, предполагавший для себя большое поле для маневров. Несмотря на это, стороны продолжают переговоры через посредников в Каире. Ожидается, что эти переговоры продлятся не менее десяти дней. Посредниками выступает США, Египет и Катар. Также сообщается об активизации в переговорном процессе Турции и Саудовской Аравии. Ситуация на украинском фронте продолжает оставаться сложной. Стороны ведут позиционные бои. Пригород Донецка Авдеевка находится под угрозой взятия российской армии. Тем временем, Украина и Россия произвели обмен военнопленными по формуле 100 на 100. Посредником в этой акции выступили Объединенные Арабские Эмираты. Между тем, главной новостью украинской повестки стало увольнение президентом Зеленским Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главкомом стал уже бывший командующий с сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в активе Сырского Киевская и Харьковской операции. По словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая, цитирую, не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году и не допустить стагнации по линии фронта, снова цитирую, негативно влияющей на общественное настроение. Еще две причины, названные подалеком. Поиск новых функциональных и высокотехнологичных решений, позволяющих, цитата, удержать и развить инициативу, а также запуск процесса реформирования управленческих принципов в армии. Вместе с тем, Украине для успешных боевых действий нужны не только смена командования, но и военная помощь со стороны Запада, которая пока не спешит поступать. Причем, отсутствием американской помощи обеспокоен не только Киев, но и Берлин. Дело в том, что если США сократят поддержку Украины, то ФРГ займет первое место по объемам помощи Киеву. А вот светиться таким образом Берлину совсем не хочется. Канцлер Шольц заявил о недопустимости такой ситуации и призвал ЕС и США совместно увеличить поддержку Украине. Между тем, Вашингтон пока с помощью никак не определится. Сенат, правда, принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Окончательное решение о пакете на сумму свыше 95 миллиардов долларов военной помощи, среди которых около 60 миллиардов предназначено для Украины, будет приниматься на днях как Сенатом, так и Палатой представителей. Вопрос в том, как на этот раз будут голосовать республиканцы, составляющие в Палате представителей большинство. Говоря о войне в Украине, нельзя не коснуться программного интервью президента России Владимира Путина популярному американскому журналисту Такеру Карлсону. Путин говорил много, дал историческую справку, в которой в очередной раз поставил под сомнение право украинцев на государственность, вместе с тем подчеркнув, что Москва не имела претензий к Украине до тех пор, пока та не стала участвовать в агрессивных планах НАТО по расширению на восток. Более того, Путин назвал войну в Украине гражданской и вообще очень умело сыграл на настроениях украинского общества, связанных с общей усталостью, задержкой западной помощи и тревогой перед тотальной мобилизацией. Он завершил интервью рассказом о том, как осажденный украинский отряд отказался сдаться и погиб со словами «Русские не сдаются». Мне показалось, что у российского лидера даже дрогнул голос. Казалось, что Карлсон был под большим впечатлением от этого финала. Журналисты либерального крыла тут же принялись обвинять Карлсона в излишней комплементарности к Путину и России. Вменили ему в вину то, что он не задал вопрос о Буче и жертвах среди мирного украинского населения. Это очень наивное и беспомощное замечание, как будто Путин не смог бы ответить на эти вопросы в выгодном для себя ключе. Вместе с тем, критики упускают главное. Президент России ясно высказался о том, что он готов к переговорам. Для этого, по его словам, Зеленский должен отменить свой указ, запрещающий переговоры с Россией. Более того, не берусь утверждать, однако, отсылка российского президента к Стамбульским соглашениям возможно демонстрирует готовность Москвы вернуться к повестке марта 22-го года. А ведь даже по мнению некоторых украинских аналитиков, та повестка была достаточно конструктивной. Общий литмотив выступления Путина заключался в том, что Запад в целом плохо оценил мировые тенденции усиления других полюсов силы и вместо того, чтобы приспособиться и договориться, предпочел решать вопросы силой. Война в Украине, по его словам, закончится, когда Запад признает свою ошибку и перестанет вооружать Киев. При этом Путин несколько раз подчеркнул, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются по специальным каналам, несмотря ни на что. Это были, на мой взгляд, самые актуальные новости уходящей недели. Увидимся, как обычно, в следующую субботу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok